вяжем подошву диаметром 3 миллиметра я набрала цепочку из 15 воздушных петель это будет основание нашей подошвы теперь я убираю крючок диаметром 3 миллиметра и беру крючочек на пол размера поменьше будем вязать первый ряд нашей подошвы для этого нам надо набрать вместо первого столбика с накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 набрали и считаем по цепочке 1 2 3 четвертую петельку от крючка по цепочке считаем на крючке петелька не считается она у нас не входит в счет заводим крючочек в петельку таким образом чтобы одна ниточка верхняя лежала на крючке а две другие нижние оставались внизу и хвостик от начала вязания мы будем обвязывать для этого мы положим хвостик на крючочек вяжем в эту петельку 3 столбика с накидом этого мы свяжем половина поворота на пяточки то есть получается что мы вяжем от центра пятки связали теперь прямо по цепочке до первой петельки мы будем вязать ровно ряд столбиков с накидом с посчитаем сколько у нас получится я связала прямо 13 столбиков с накидом у меня осталось не провязанная последняя первая петелька в эту петельку нам нужно связать 7 столбиков с накидом у нас связано смотрите мы начали ряд середины пяточки связали 4 столбика до потом провязали 13 столбиков прямо при этом заправили хвостик нашего эти 13 столбиков на мысочки в одну петельку мы связали 7 столбиков с делали наше закругление и обратно пошли 13 столбиков с накидом в обратную сторону и я пришла к петельке с которой мы начинали вязать то есть вот тут у нас закругление есть 7 столбиков или значит симметрично от него здесь мы тоже должны сделать закругление точно такое же поскольку у нас уже 4 столбика связано осталось связать еще три столбика в эту петельку давайте свяжем 3 столбика 1 столбик 2 столбик и 3 закончили первый ряд соединяем наш ряд в третью воздушную петельку подъема крючочек вводим так чтобы две ниточки были сверху а одна снизу тогда соединение получится аккуратная и красивая и не будет никаких дырочек все закончили ряд вот получилось вот такая дорожечка и тут хвостик от начала ряда его мы потом обрежем пока не будем обрезать успеем отрезать мы всегда успеем далее вяжем второй ряд ряд у нас будет начинаться со столбиков без накида для этого петельку на крючке чуть-чуть вытягиваем делаем воздушную петельку раз сюда же в это же основание мы вяжем два столбика без накида 1 и 2 вот этому провязали по центру пяточки далее следующий столбик мы вяжем один столбик без накида и следующий столбик мы будем вязать два столбика в одно основание и прямо свяжем 6 столбиков раз два три 4 5 и 6 теперь нам нужно наша подошва чуть-чуть расширить для этого чтобы подошва расширялась плавненько мы свяжем 3 полустолбика с накидом как у нас вяжутся в полустолбики с накидом делаем накид заводим крючочек под косичку столбика вытаскиваем ниточку и провязываем все вместе как столбик без накида провязываем и еще один полустолбик с накидом связали и далее до закругления мы свяжем ровно 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и 5 перед нами 7 столбиков с накидом связанных в одну петельку наши цепочки первую петлю наши цепочки наше закругление теперь на нашем закруглении мы должны сделать при балочки то есть связать ровный полукруг для этого в первый столбик из 7 я вижу два столбика с накидом 1 2 связала 1 при бабочка следующий столбик я свяжу еще пару столбиков вторая при бабочка и в третий столбик я свяжу тоже при бабочку первый столбик второй и у меня сюда просится еще третий столбик я свяжу сюда еще третий столбик чтобы полукруг у меня лег ровно не морщинился не стягивался я связала 3 прибавки 2 двойных одну тройную дошла до центрального столбика до 4 до 7 в этот столбик я свяжу два столбика с накидом все провязала центр наши подошвы вот наша ось симметрии наша наборная цепочка наш четвертый столбик из него и связала при бабочку двойную и теперь от него мы вяжем зеркально правой стороне вяжем левую сторону то есть вяжем тройную при бабочку 2 двойных при бабочки и повторяем то что связано у нас внизу теперь смотрим у нас по центру провязана при бабочка влево от нее идет одиночный столбик и еще одна прибавка значит относительно этого центра я должна связать одиночный столбик и при бабочку вот как раз у меня эти две петельки и остались я вижу два столбика без накида в одну петельку 1 2 и вижу одиночный столбик и соединять я буду не в столбик а соединю я в первую воздушную петлю подъема таким образом у меня по центру получилась страна и при бабочка на пяточки вот у меня воздушная петелечка послужила первым столбиком без накида из при бабочки тройной по центру вот связали два ряда подошвы вот такая у нас получается подошвочка же вырисовывается ровненькая правильной формы теперь нам надо связать третий ряд третий ряд мы будем вязать все столбики с накидом для этого я наберу две воздушные петли подъема 12 в эту же петельку свяжу один столбик с накидом следующую петельку я свяжу тоже один столбик с накидом и следующую петельку я свяжу тоже 1 столбик с накидом а дальше у меня будет при бабочка то есть два столбика с накидом в одну петельку и далее у меня будет еще одна при бабочка то есть две при бабочки подряд и прямо до закругления до 1 прибавки на мыске мы будем вязать столбик столбик ряд столбиков с накидом вот у нас 1 при бабочка на мысочки сюда мы свяжем первый столбик два столбика с накидом в одно основание то есть мы сделали одну при бабочку далее у нас будет одиночный столбик с накидом и далее будет при бабочка еще раз свяжем один одиночный столбик и при бабочку свяжем зале при бабочку мы провязали 3 при бабочки дать по этой стороне теперь центр тройной прибавки предыдущего ряда я свяжу одиночный столбик а в следующий столбик я свяжу при бабочку я дошла до центральных двух столбиков эти два столбика я провяжу прямо то есть каждую петельку по столбику это у меня центр подошву вот тогда теперь вторую сторону значит я буду вязать зеркальная первой стороне то есть ориентируемся на центр на два шаг на наши два столбика и вяжем зеркальная от него я закончила третий ряд в третьем ряду у меня получилось 65 столбиков с накидом и 2 воздушные петельки вот которые мы вязали в начале ряда соединение сделаем не в столбик а во вторую воздушную петлю подъема соединение делать лучше крючком меньшего диаметра особенно тогда когда мы соединяем в петельки подъема соединяем две ниточки у нас сверху и одна ниточка у нас внизу вот все я соединила ряд видите получается аккуратно и красиво никаких не дырочек теперь нам нужно связать еще один ряд на подошве ряд соединительных столбиков ну за счет этого ряда у нас никак не увеличится размер нашей подошвы он каким был таким останется я уже вам раньше об этом говорила мы этим рядом просто закрепим немножко край нашей подошве у нас будет более плотный подошва будет хорошо держать форму для этого возьмем крючок на половиночку размера больше и под косичку каждого столбика предыдущего ряда мы свяжем соединительный столбик то есть вот у меня петелька на крючочке я ее немножечко вытягиваю и завожу под косичку впереди идущего столбика вот завела под косичку вытащила ниточку на лицо и протащила через петельку на крючке я связала 1 соединительный столбик далее опять под косичку смотрим да вот сюда под косичку завели вывели на себя рабочую ниточку и протащили через петельку два столбика три столбика и так далее вот я провязала три столбика сейчас крючочек уберу и крючком диаметром поменьше я заведу крючочек серединку 1 соединительного столбика и через него протащу ниточку контрастного цвета тем самым я помечу первый столбик мне эта меточка очень пригодится подсказочка завяжу узелочек вот здесь чтобы она не выскочила и пусть она у нас будет и все и дальше продолжаем вязать наши соединительные столбику по столбике по кругу 4 столбик и так далее по всей окружности мы вяжем соединительные столбики под косичку столбика с накидом вяжем до нашей зеленой ниточки я довязала ряд соединительных столбиков подошла к нашей зеленой ниточки вот она наша петелька и вот наша ниточка зеленая которая у нас протянутся через первый соединительный столбик насквозь вот подошву теперь надо взять крючок поменьше чтобы было удобнее вот у меня крючок 125 можно полтора взять неважно и смотрите я вот беру вот за эти ниточки да вот за зеленый и чуть-чуть вот так вот оттягиваю да чуть-чуть оттягиваю и у меня конкретно видно куда мне завести крючок вот я завела крючок прям в эту петлю где у меня это нитка вот с изнанки видите выходит крючок и мы сделаем соединение вот в эту петельку то есть откуда начинали туда и соединим вот я соединила ряд столбиков наш тамбурный шов еще называют этот ряд эти столбики из их вяжут через полотно называют тамбурный шов выкинула сюда длинную петельку теперь смотрите нам нужно петельку вот вытащить сюда вот на лицо да и ниточку отрезать такой длины чтобы нам хватило этой длины связать один ряд столбиков без накида у нас по бортикам будет один розовый ряд столбиков без накида чтобы нам лишних кончиков не отрезать мы сразу отмеряем эту длину вот сюда на эту петельку я пока повешаю булавочку я не буду пока насквозь вытаскивать вот я повешала булавочку вот здесь она не будет закреплена да а здесь я оставлю хвостик такой длины чтобы мне хватило связать ряд столбиков без накида я замерила посчитала это примерно получается 240 сантиметров этой длины хватает провязать ряд столбиков без накида и еще останется хвостик для заправки теперь нам надо эту петельку протащить наизнанку я беру крючок тоненький завожу этот крючок вот сюда вот в эту петельку откуда у нас идет зеленая ниточка и рабочая ниточка отсюда у нас идет вот вывела да теперь вот эту петельку подлиньше вот так вот вытащим чтобы удобнее было цеплять зацепила за крючочек и протащила его протащила эту петельку наизнанку вот я протащила вот так вот видите вот я протащила булавочку можно уже снять все я сняла булавочку вот я протащила сюда и смотрите вот здесь вот вообще ничего не заметно видите стык ряда стык ряда получился практически незаметен все аккуратно и красиво и теперь уже можно один конец протащить совсем вот сюда вот наизнанку наш длинный конец который 240 сантиметров мы оставляли вот я протащила да и вот этим кончиком мы будем вязать первый ряд наших бортиков берем крючок диаметром два с половиной и смотрим вот сюда на бортик на 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 ребро подошвы смотрим вот видите ребро подошвы ряд соединительных столбиков которые мы с вами связали он нас лежит на плоскости наши подошвы вот как бы сверху лежит вот он вот он косичка вот косичка этого ряда а если мы посмотрим вот так вот на ребро подошвы у нас здесь видно косичку третьего ряда подошвы то есть косичку от столбика с накидом вот она крайне это вот видите вот сюда вот она эта косичка мы в центр заводим крючок получается что мы цепляем заднюю стеночку косички третьего ряда подошвы задняя стеночки косички столбика с накидом вот вот у нас ниточка тянется рабочая из той петли где у нас зеленая нитка где наша метка эту метку мы пока не убираем пусть она нас будет она нам еще пригодится заводим крючок в следующую петельку от той где у нас зеленая нитка вытаскиваем рабочую ниточку делаем воздушную петлю и со следующей петли начинаем вязать ряд столбиков без накида за заднюю стеночку косички 3 ряда подошвы вот заводим вот сюда и вяжем столбики без накида у нас должно получиться шестьдесят шесть столбиков без накида вяжем по кругу за заднюю стеночку шестьдесят шесть столбиков без накида я связала шестьдесят пять столбиков без накида по кругу мне осталось связать еще один столбик последний шестьдесят шестой и вот этот столбик у меня будет вязаться в петельку откуда у меня идет вот эта зеленая ниточка вот смотрим вот сюда вот на ребрышко подошвы да вот она наша ниточка вот как раз она лежит под стеночкой за которую мы должны завести крючок за которую вот мы сюда заводим крючочек вот завела да и связала последний столбик так качаем вот у меня петелька там разделилась надо перевязать чтобы было красиво последний столбик сейчас я свяжу крючочком поменьше потом петелька маленькая утянута неудобно да надо связать крючочком маленько поменьше ниточка у меня раз расщепилась и расцепилась расслоилась так сказать все теперь хорошо и этим же маленьким крючочком сделаем соединение соединение сделаем мы воздушную петельку которую мы вязали в начале ряда она у нас связано место первого столбика но все знают да что ряд столбиков без накида начинается с одной воздушной петли вот в эту воздушную петлю мы сделаем соединение все соединили мы ряд вот смотрите как получилось аккуратненько вот такой хвостик остался ведь и длинненький еще сантиметров наверно 30 даже можно было поменьше взять да ладно много не мало вот протянули эту ниточку все мы закончили ряд все больше мы здесь вязать не будем с этого места мы будем начинать следующий ряд с другого места второй ряд второй ряд у нас будет белого цвета вот эту нашу зеленую ниточку нашу помощницу мы уже можем убрать все она свое дело сделала вытаскиваем ну теперь посмотрите видите получилось у нас соединение вот наша деталька такая получилась подошва и первый ряд бортиков вот так видите аккуратно и красиво видите-ка хорошо смотрится и сбоку хорошо смотрится красивенько и подошва на связаны аккуратненько ровненькая подушечка теперь нам нужно связать еще один ряд столбиков без накида будем вязать белыми нитками берем ниточку и и будем вязать на уровне вот смотрите второй ряд подошвы у нас да вот у нас заканчиваем давайте проще сделаем последний ряд подошву вот прибавка после прибавка на пяточки да у нас от нее считаем раз два три четыре пять шесть семь вот заводим крючок под косичку седьмого столбика с накидом на подошве и смотрим по изнанке вот куда у нас уходит вот видите вот как раз выходит сюда вот у нас вот вот значит с этого столбика мы начнем вязать первый ряд наши наши бортиков первый белый ряд диаметром два с половиной заводим крючок под косичку столбика оставляем небольшой хвостик на белой ниточке чтобы нам можно было его вязать следующий ряд можно вязать сразу же в этот же ряд с посмотрим как мы это сделаем вот вяжем одну воздушную петельку подлиннее так и и сделаем теперь хвостик вот так вот перекрутим через рабочую ниточку заводим крючок под следующую косичку и вот этот хвостик впереди вязание кладем и мы его будем обвязывать сразу говорится не отходя от косы вот второй столбик я связала третий столбик четвертый столбик теперь от крючок уберем маленько да и вот это ниточку чуть-чуть подтянем вот чуть-чуть потянули и все и по кругу мы будем вязать ряд столбиков без накида белого цвета вот эту белую ниточку мы проложим вот сюда вот до соединения вот здесь мы ее уже уберем отрежем потому что тут у нас уже пойдет ниточка от предыдущего ряда на мои тоже нужно вязать вот я сейчас дойду вот до этого места и покажу что мы будем делать с розовой ниточкой для провязала белой ниткой до соединения розового ряда да вот у меня уже стык получается да идет уже ниточка розового цвета все мы вот эту ниточку больше не ввязываем вот мы ее отрежем потому что если мы ее будем продолжать ввязывать и нам же нужно еще одну ниточку проложить у нас уже будет плотность разная тут у нас одна ниточка высота ряда 1 если мы сюда две нитки проложим тут будет высота ряда уже другая будет некрасиво значит мы вот эту убираем белую ниточку стороночку да пока и заводим крючок уже под первый столбик розового ряда и обязываем уже розовую ниточку вот ну вот здесь вот если здесь она вот как бы крепко держится дамы тут еще соединение сделаем вот сюда она нас никуда не денется а вот эта петелька она может растянуться надо вот эту ниточку немножко закрепить вот чуть-чуть подтянули ее и давайте ее немножечко вот сюда вот за дальнюю стеночку розового столбика вот так вот протащим вот разочек раз и через петельку еще разочек еще разочек и сделаем узелочек вот здесь вот чтобы у нас соединительная петля нанита на этом ряду не распустилась потому что мы потом вот провяжем белый ряд а вот здесь распустится раз соединительная петля и будет некрасиво будет дырка а так мы ее протянули зафиксировали и она у нас никуда не денется и мы ее еще вяжем вот ориентировочно вот она у нас должна закончится вот на этом уровне вот напротив начала белого ряда больше не надо ее провязывать ну вот она вот такая длинная получилась но если хотите про обвяжите по всему кругу для плотности тоже будет как бы нормально вот можно и полностью заправить за задние стеночки и все и будет все красиво и аккуратно заканчивайте белый ряд и пойдем дальше я закончила второй ряд бортиков вот у нас вырисовывается вот такая вот симпатичная лодочка смотрите ниточки все у нас вязаны и аккуратно аккуратно соединение на пяточки смотрите переход какой незаметный видите потому что я здесь не стала делать соединение и себя я здесь сделала соединение белой ниткой то у меня было бы некрасиво я начала ряд с другого места и тут тоже видите ряд соединился тоже незаметно теперь мы будем вязать белый еще один ряд белого цвета для этого немножко вытягиваем петельку на крючке 1 воздушная петля которая заменяет нам первый столбик без накида еще свяжем одну воздушную петельку которая у нас служит арочкой у нас будут арочки из одной воздушной петли и вязать мы этот ряд будем по изнанке разворачиваем вязание и по основанию пропускаем одну петельку следующую вяжем столбик без накида так любовь андреевна 5 камеру считает связали столб без накида 1 воздушная петля петельку пропускаем по ряду следующую вяжем столбик без накида 1 воздушная петля петельку пропускаем по ряду следующую вяжем столбик без накида и таким образом мы по кругу по изнаночной стороне должны связать 33 клеточки вяжем закончили вязать наши клеточки наш третий ряд я соединила ряд первую воздушную петлю подъема которая у нас была вместо 1 столбика без накида соединили мы теперь нам нужно пинеточку вывернуть петельку вытягиваем немножко пинеточку выворачиваем на лицевую сторону вот и будем вязать по лицевой стороне сделаем одну воздушную петельку и теперь вот у нас получилось вот они наши клеточки вот они видите вот вот клеточка вот клеточка таких клеточек должно быть 33 теперь вот в каждую клеточку то есть под воздушную петельку вот сюда пространство мы должны связать по два столбика без накида то есть столбики без накида ряда мы не вяжем сами столбики а вяжем между ними по два столбика без накида то есть получается 33 пары у нас столбиков без накида по кругу вот вот так выглядит наша лодочка на этом этапе и нам еще нужно связать один ряд столбиков без накида белого цвета просто петелька в петельку связать ряд столбиков без накида по кругу всего должно получиться 66 столбиков связали ряд соединили и ниточку отрезали такой длины чтобы можно было заправить ее на пяточки вот если мы здесь закончили ряд соединили и отрезаем ниточку значит ниточку надо отрезать такой длины чтобы мы ее ввязали на таком же расстоянии мы должны закончить и увязывать напротив чтобы было все ровненько симметрично вяжем я закончила вязать нашу лодочку вот посмотрите какая аккуратная красивая получилась лодочка какие бортики узорчатые получились все ровненько аккуратненько нам нужно связать еще вторую пинетку на эту же позицию связали две удочки убедились что они одинаковые и только потом мы будем продолжать дальше мы разделим наше количество петелек 32 петельки возьмем на мысочек и 34 петельки у нас останется на пяточку для этого нам нужно найти 2 центральных петельки и от них будем отсчитывать в одну сторону 16 петелек и в другую сторону 16 петелек ну как находить центр пинеточки наверное многие уже знают можно визуально определить по наборной цепочки у кого-то глаз алмаз сразу определяет можно провести по наборной цепочки крючочком вот так вот это же зрительный раз и определили кто-то складывает пинеточку вот таким образом книжечкой вот и от сгиба вот на центре сгиба у нас лежат 2 петельки симметрично от центра мы считаем понятно да заводим крючочек в петельку под косичку захватываем ниточку вытягиваем и вяжем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 в эту же петельку мы свяжем 1 столбик с накидом связали далее мы будем вязать по ряду до следующего маркера ряд полустолбиков с накидом парами то есть мы будем объединять два полустолбика в 1 как мы это делаем накидываем ниточку на крючочек заводим крючок под косичку столбика вытаскиваем ниточку оставляем на крючке на крючке у нас 3 петельки еще раз делаем накид заводим крючок в следующую петельку вытаскиваем ниточку и у нас на крючке 5 ниточек получается 5 петель теперь захватываем рабочую ниточку и протаскиваем все за один раз вот мы связали одну бабочку полустолбиками с накидом теперь сделаем одну воздушную петлю и следующие две петельки мы вяжем таким же образом первый незаконченный столбик полустолбик второй незаконченный полустолбик и теперь провязываем все вместе и делаем одну воздушную петлю как арочка у нас 1 воздушная петля здесь и таким образом мы вяжем до следующего маркера я провязала последнюю бабочку делаю одну воздушную петельку и у меня осталась одна петелька перед маркером в нее я свяжу 2 столбика с накидом 1 и 2 связали первый ряд сейчас посчитаем сколько у нас получилось у балочек ну раз мы выделяли 32 петельки на мысочек 2 у них у нас крайние петельки у нас них связаны просто столбики до наоборот галочки значит у нас остается от 30 петель а если мы вязали парами значит нас получается 15 у бабочек а между ними воздушная петелька вяжем второй ряд петельку на крючочке чуть-чуть вытягиваем разворачиваем вязание заводим крючок в первую петельку вытягиваем ниточку и провязываем как столбик без накида и еще одну петельку свяжем для подъема таким образом я связала 1 полустолбик импровизированный вместо петель подъема дальше мы будем вязать ряд полустолбиков с накидом между прибавками предыдущего ряда то есть под арочку из одной воздушной петли делаем накид и последующий и под арочку вяжем полустолбик 1 полустолбик дальше между следующими 2 полустолбик 3 полустолбик и так вяжем до конца ряда вот сюда до нашего маркера я подошла к концу нашего второго ряда у меня остались не провязанные 2 петельки первую петельку я свяжу полустолбик просто одиночный под косичку этого столбика и последнюю петельку самую крайнюю это у меня будет воздушная петелька подъема от начала предыдущего ряда я в нее свяжу столбик с накидом крючком поменьше диаметром чтобы удобненько было вот связала закончила вяжем следующий ряд третий ряд у нас будет до для этого ряд начинается точно так же как и предыдущий и так далее по ряду мы будем вязать убавки из полустолбиков только в этом ряду мы между убавками не будем делать одну воздушную петельку будем просто вязать убавки из полустолбиков вяжем последний ряд первую петельку столбик без накида плюс 1 воздушная петля для подъема и будем вязать парами ворачиваем на лицо каждую петельку заводим крючок делаем накид заводим под косичку столбика предыдущего ряда вытянули провязали накид следующую петельку завели крючок вытянули провязали накид и провязали все вместе то есть тут мы будем убавки делать столбиками с накидом если предыдущие ряды мы вязали полустолбиками тут мы будем вязать столбиками с накидом у бабочки у нас должно получиться 4 убавки так вторую связала давайте вместе свяжем рядочек 3 бабочка 4 бабочка вот я провязала 4 бабочки и у меня осталось 2 петельки 2 столбика недовязанных я в первый столбик свяжу под косичку полустолбик а в краешек я свяжу столбик с накидом крючком меньшего диаметра наша крайняя петелька я свяжу сюда столбик с накидом так ниточками тут совсем коротенько осталось все я закончила последний ряд мысочка тут мы ниточку обрезаем и закрепляем первый круговой ряд мы будем вязать диаметром 2 миллиметра то есть крючок я взяла поменьше маркеры можно убрать они нам уже не нужны они уже нам сослужили так сказать свое дело сделали заводим крючок будем вязать вот примерно вот отсюда 1 2 3 4 5 6 7 петлю от мысочка я буду вязать завожу крючок вытаскиваю ниточку и вяжу 3 воздушные петли подъема следующую петельку я вижу тихо следующую петельку я вижу столбик с накидом и так дальше у нас будет вязаться ряд столбиков с накидом петелька в петельку ну вот смотрите вот здесь вот на пяточки нам надо будет сделать одну бабочку надо посчитать так чтобы вот отсюда вот с первой петли до если по центру получается у нас же осталось 34 петельки на пяточку да значит нам нужно провязать вместе 17 и 18 то есть вот ну вот отсюда от мысочка посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и считаем 16 вяжем 17 18 вместе свяжем сейчас я вот дойду до этой петельки и покажу вам как раз два три 4 5 6 7 петлю от мысочка я буду вязать завожу крючочек вытаскиваю ниточку и вижу три воздушные петли подъема следующую петельку я вижу тихо следующую петельку я вижу столбик с накидом и так дальше у нас будет вязаться ряд столбиков с накидом петелька в петельку ну вот смотрите вот здесь вот на пяточки нам надо будет сделать одну бабочку надо посчитать так чтобы вот отсюда вот с первой петли до если по центру получается у нас же осталось 34 петельки на пяточку да значит нам нужно провязать вместе 17 18 то есть вот но отсюда от мысочка посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и считаем 16 вяжем 17 18 вместе свяжем сейчас я вот дойду до этой петельки и покажу вам как я ее провяжу чтобы она была аккуратненько не грубая было убавление вот я провязала 16 столбик дошла до серединки пяточки мне вот эти центральные петельки 2 нужно убавить связать в один я свяжу их таким образом делаю накид и провязываю незаконченный полустолбик то есть я просто выкинула ниточку но я их не провязываю также следующую петельку я сделаю вот теперь я объединю вместе два полустолбика а теперь только закончу свой столбик вот вот такой у меня получилось убавление то есть у меня вот здесь вот верхушечка получилось тоненькая и от этого убавления мы вяжем опять петелька в петельку столбики с накидом вяжем до мысочка не довязывая одну петельку вот я подошла к мысочку остался один не провязанный столбик я в этот столбик свяжу незаконченный столбик с накидом то есть я провяжу только накид оставлю на крючочке и вода дальше крючок заводим в основании первого столбика первого ряда маска также вяжу незаконченный столбик с накидом и следующий столбик первый столбик я завожу прям в тело столбика крючок посерединке и также провязываю накид у меня 4 петли на крючке теперь я провяжу все это вместе то есть таким образом я сделала на углу у бабочку вот провязала три столбика вместе теперь мы будем набирать столбики с накидом по краю нашего мысочка следующий столбик у нас будет верхушечку первого столбика первого ряда вот сюда вот то есть под косичку до 1 столбика получается один столбик потом следующий столбик будет в тело первого столбика 3 ряда получается да у нас так дальше мы вяжем опять верхушечку столбика провязали ровно три столбика теперь мы свяжем два столбика вместе один столбик у нас будет тело столбика второй столбик будет верхушку этого столбика свяжем у бабочку сразу убавили да и еще один столбик в тело первого столбика последнего ряда и незаконченный столбик верхушечку этого столбика то есть воздушную петельку вот сюда не законченный мы свяжем так не могу попасть сейчас вот так вот правильно накид провязали оставили на крючке и еще делали накид заводим крючок под косичку последнего столбика то есть вот сюда где мы связали последний столбик с накидом и провязали вместе все эту ниточку надо подтянуть которого там у нас осталось коротенько не распустилась потом ею забрала и далее вот я связала центр да у меня по центру убавка и от этой убавки в таком же в этом же направлении в зеркальном отображении вяжем такое же количество столбиков то есть один столбик убавка три столбика и трояная убавка на углу вот я связала столбики по мысочку последнюю вернее вторую тройную убавку я связала на углу до последний столбик у нас идет на первый белый столбик до лодочки теперь со следующей петельки будем продолжать просто вязать заканчивать наш ряд столбиков с накидом просто заканчиваем наш ряд до конца до соединения заканчиваем ряд наш я закончила наш первый круговый ряд по пяточки вот посмотрите получалось получилось вот такая то потушечка пока тапочек такой да все я соединила ряд крючок 2 миллиметра я убираю он мне больше не нужен убираю подальше мне под руку не попался и беру крючок два с половиной теперь будем вязать ряд резиночки рельефная резиночка один к одному то есть один лицевой рельефный 1 изнаночной начинать я буду ряд с первого лицевого столбика потом не петля на крючке я опускаю крючок ниже захватываю тело столбика данном случае это 3 воздушные петли подъема у меня вытаскиваю рабочую ниточку вытягиваю на высоту петельки которыми на крючке и провязываю как столбик без накида связала и еще вяжу 2 петельки для высоты ряда все я связала 1 лицевой столбик следующий столбик у меня будет изнаночной завожу крючок с изнанки между провязанным столбиком и следующим и вывожу его от себя опять наизнанку то есть у меня крючок лежит на столбике до захватываю рабочую ниточку вытаскиваю провязываю накид и заканчиваю столбик я связала рельефный изнаночный столбик то есть выгнутый столбик 1 на столбик выпуклый а второй вернее вогнутый вогнутый столбик следующий вяжем лицевой делаем накид и вяжем как столбик с накидом только мы крючок заводим не под косичку а берем за тело вот кладем тело столбика на крючочек видите положила до захватываю рабочую ниточку и вижу как столбик с накидом и таким образом нужно провязать эту резиночку нам пока вот сюда вот до нашего уголочка где у нас тройная при бабочка перед уголочком мы остановимся я довязала до нашего уголочка где у нас тройная убавка вот за эту убавку мы свяжем лицевой рельефный столбик то есть нам нужно крючок положить таким образом чтобы на крючке у нас лежала три столбика вот такая вот широкая видите штука вот и мы захватываем ниточку и вяжем лицевой столбик вот я связала лицевой столбик рельефный далее у меня идет изнаночной по мысочку уже пошел изнаночный столбик изнаночный следующий будет лицевой следующий лицевой дальше изнаночная 5 впереди у нас у бабочка из двух столбиков точно также делаем накид и кладем оба столбика на крючок вот захватываем ниточку вытаскиваем провязываем накид и завершаем наш столбик далее у нас идет изнаночный столбик провязали половинку на нашем носочки теперь смотрите у меня впереди по центру убавка да но я эту убавку как бы должна провязать лицевым столбиком да но я не буду провязывать ее одним лицевым столбиком если я провяжу ее одним лицевым столбиком у меня будет смотреться грубо криво я из этой убавки опять сделаю два столбика то есть я ее раскрою я заведу крючочек под первую ножку так сказать нашей галочки перевернутой свяжу лицевой столбик и свяжу 2 лицевой столбик за вторую ножку вот за эту вот сюда вот я свяжу 2 лицевой столбик вот таким образом я провяжу серединочку у меня будет по центру идти дорожка из двух лицевых рельефных столбиков а далее как обычно пошла опять резинка изнаночный столбик у нас вяжется лицевой столбик под вторую двойную бабочку кладем два столбика на крючочек и так заканчиваем ряд не забываем что вы здесь на углу где у нас тройная бабка мы кладем на крючок три столбика все доходим до конца ряда я связала последний столбик нашего кругового ряда это у меня изнаночный столбик и поскольку у нас ряд начинался с лицевого столбика мы должны соединить наш ряд в лицевой столбик а лицевой столбик у нас как вязался у нас был импровизированный рельефный столбик то есть мы вязали сначала столбик без накида и добавляли к нему две воздушные петельки и вот нам надо теперь соединить наш ряд во вторую петельку подъема я взяла крючочек поменьше специально и вот ищем где наша петелька вот наш следующий столбик вот перед ним петелька заводим крючок так чтобы впереди у нас была одна ниточка до сзади 2 и соединяем наш ряд и шатать камеру я завершила ряд все вяжем следующий ряд начинаем точно так же без всяких добавочных петель я опускаю крючок ниже завожу крючок за тело рельефного столбика вот сюда вот прям на поверхности лежит тело наше вернее не наша столбика рельефного вытягиваю ниточку на высоту петельки вот так вот уровень до провязываю столбик без накида добавляю 2 петельки для высоты столбика все и вижу следующий столбик следующий столбик у меня изнаночной связала за счет того что я вот таким образом делаю импровизированный столбик посмотрите соединение ряда вообще незаметно не отличается как шла резинка так она идет чем как вот мы делаем петли подъема петли подъема все равно отличаются от столбика от любого столбика отличается петли подъема поэтому вот так вот мы как говорится изощряемся да и дальше мы будем вязать нашу резиночку один к одному до мысочка вот сюда вот вяжем до уголочка теперь вот по уголкам нам нужно сделать еще по у бабочки последние убавки вот для этого я провязываю первый лицевой рельефный столбик не до конца и второй лицевой столб беру а между ними который столбик у меня изнаночной я его пропускаю я вообще из-за него даже браться не буду я просто свяжу вот эти два лицевых вместе и таким образом у меня будет симпатичная у бабочка то есть я просто опустила столбик изнаночной рельефный вот он он остался сзади у нас там а тут у нас получилась убавка и далее вяжем резинку до следующего уголочка но не забываем что по центру идут у нас два лицевых рельефных столбика подряд я закончила ряд и начала следующий вот это у меня будет последний розовый ряд то есть третий ряд резинки а всего получается 4 1 просто столбики и 3 ряд резинки тут будем вязать без убавлений ровно ровно будем вязать и потом мы поменяем цвет ниточки на белый и будем вязать еще четыре ряда белых при этом в первом белом ряду мы вот эти две центральные 2 2 центральных столбика лицевые да вот эта дорожка у нас мы их объединим в один то есть тут у нас у нас будет уже один столбик белый я закончила вязать пинеточку посмотрите какой симпатичный получился сапожочек нарядный такой как зефирчик прям хочется назвать белорозовый зефир вот я связала резинку да у меня получилось в резинке вот начнем с первого кругового ряда после мысочка до первый ряд получился ряд столбиков с накидом затем идет три ряда резинки рельефные один к одному 1 лицевая выпуклый 1 изнаночная вогнутый столбик и четыре ряда белые резинки вся резиночка вязалась диаметром два с половиной миллиметра кроме первого ряда самый первый ряд у нас связался вы помните до диаметром 2 миллиметра и оформила я самый верх резиночки пик ушечками то есть я провязала ряд столбиков без накида и через столбик у меня получается пико из 3 воздушных петель вот такие красивые зубчики получились можно оставить пинеточку в таком же виде она будет хорошо сидеть на ножке за счет того что тут резиночка на фиксируется хорошо вот можно ее украсить на ваш вкус можно посерединке пришить какую-нибудь декоративную пуговицу можно сделать шнурочек с бубенчиками это как говорится у каждого своя фантазия ну а я теперь заправлю который мне тут остались хвостики приведу в порядок нашу пинеточку это же может ее еще как-нибудь украшу и покажу вам полный результат ну вот друзья мои я окончательно завершила работу над своими пинеточками получились вот такие нарядные воздушные белорозовые зефирки мне не очень нравится они получились замечательные красивые я немножко украсила пришила по центру декоративную пуговичку сердечками связала шнурочек проделала его за лицевые столбики и нанизала на шнурочек вот такие бусинки посмотрите какая замечательная моделька получилась нарядная воздушная сапожочек правильной формы обратите внимание что практически нигде вы не заметите соединение и места где я меняла цвет пряжи вот такая ровная подошва а если вы еще вырежете с телечку из тонкого фетра и постелите вовнутрь и туда подошва будет смотреться еще лучше вот такие замечательные пинеточки у меня получились друзья мои большое спасибо всем кто со мной остался и досмотрел мое видео до конца если вам понравилась моя работа поставьте пожалуйста лайк поделитесь с друзьями соц сетях тем что вы увидели на моем канале буду рада новым подписчикам большое вам спасибо что вы со мной до свидания пока пока